Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 500 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Рисман, на прошлом видео уже очень и очень быстро набралось 500 лайков, и вот вам новое видео о том, как скрафтить айфон в Майнкрафте. Самый настоящий айфон, самый настоящий рабочий айфон, потому что он реально будет работать, выполнять функции, на него можно будет даже скачивать и устанавливать приложение, ребят. Совсем скоро, кстати, выходит айфон 8 или айфон эдишн, я не знаю, в общем, на канале Вилсакому посмотрел все эти слухи, и честно говоря, ну немножечко, ну короче, как обычно, вначале он не нравится, потом он кажется прикольным и так далее. Кстати, напишите в комментариях о том, как вы относитесь к новому айфону, хотели бы вы его, и в целом свои впечатления о том, чего вы ждете от айфона, который выйдет вот со дня на день. Ну что ж, а пока что мы с вами приступим к крафтингу айфона в Майнкрафте, и это, ребят, на самом деле все очень просто. Рецепты крафта выложены на сайте самого мода, ссылка на мод оставлена в описании, поэтому я вам не буду рассказывать, как что крафтить, потому что рецепты крафта все доступны в общем доступе, и там особых проблем с этим нету, там все элементарно и сложно вам с этим не будет. Я, пожалуй, вам сразу расскажу о том, что этот мод добавляет два вида айфонов, а также к ним различные чехольчики. Ну, два чехла и два айфона, то есть обычный айфон, скажем так, и более мощный. Отличаются они у нас, в принципе, я так понял, зарядом, точнее уровнем батареи и также, наверное, функционалом все-таки. Также нам добавляются сюда такие вещи, как зарядник и сервер. Вот это вот у нас сервер, а вот это вот у нас зарядник. Так, если мы откроем сервер, точнее нет, к серверу мы подключаем телефон, а вот здесь вот мы заряжаем, то есть сюда мы уложим редстоун, сюда уложим металл, и таким образом мы заряжаем наш айфон. Вот, это у нас такой вот зарядник. Ну что ж, давайте возьмем, пожалуй, обычный айфон и мы его откроем. Как видим, что-то у меня как-то игра залагала и она у меня вылетела. Ну что ж, в общем-то, я сейчас вернулся, перезашел в игру, вроде все нормально стало. Как только открыл айфон, она вылетела. Но я думаю, это бывает, все-таки это мод, и не думаю, что он прям суперски стабильный. И, как видите, я открыл айфон, тут у нас имеется несколько приложений. Первый это магазин, потом настройки телефона, то есть вы здесь можете написать что угодно. Давайте напишем у него айфон 8. Вот, тут вы можете установить пароль, но мы пароль с вами не будем ставить. Так, exit to iPad. Короче, выход на главный экран и обои. Здесь тоже, кстати, можно поменять. Мы дефолт поставим. Я видел там обои, например, мы на Wolf поставим, короче. Вот, отлично. Теперь у нас волчок на обоях. Так, давайте включим день. Time set day. Отлично. Так, ну что ж, ребят, давайте-ка мы с вами приступим к изучению самого нашего телефончика. Тут у нас есть несколько приложений. Далее это у нас идет информация о нашем телефоне. Потом идет баланс нашего телефона, который мы можем пополнять при помощи... Короче, эмиральдов, алмазов и ценных вот таких вот ресурсов. Мы можем пополнять баланс нашего телефона и имейл. Но сейчас у нас нет подключения. И вот это все у нас требует подключения. Кстати, мы можем даже в мультиплеер зайти через этот айфон. Так, ну что ж, давайте его подключим. Вот я его подключил. И, по идее, у меня теперь должен... Вот, видите, у меня появилась вот здесь вот связь рядом с временем. Так, время сейчас в Майнкрафте 7.49, 7.50 утра. Зарядки у меня еще достаточно. Давайте откроем. И тут у нас есть куча различных приложений. Музыка, рисовалки, калькуляторы и прочие, прочие, прочие. На самом деле очень много, очень много. Но, как видите, у меня пишут, что у меня нет денег. У меня нет денег. Давайте мы деньги скрафтим, точнее, положим их на счет. Возьмем побольше алмазов и попробуем их положить все. Так, и еще. Я думаю, столько нам хватит. Давайте попробуем положить, положить, положить. И мы вложим... Так. Так, и вот у меня, короче, 1536 единиц денег. Теперь я могу, в принципе, купить, наверное, все. Так, купим, значит, смс-ки. Боже, представьте, на этом айфоне даже приходится покупать мессенджер. Самый обычный мессенджер, то есть, который есть в каждом телефоне по дефолту, мы его здесь покупаем. Потом приложение музыка мы его тоже покупаем. Но это ладно. На настоящих телефонах тоже за музыку уже надо платить. Потом заметочки, рисовалочку, радар, куки-кликер, калькулятор. И, в принципе, я так понимаю, я все купил, то, что доступно на этом айфоне. На другом айфоне у нас побольше будет функций. И там мы их разберем. Ну что ж, здесь у нас есть такие функции, как музыка. Музыку мы можем проигрывать, любую. Вот выбираем здесь где-нибудь. И, как видите, например, вот даже можем пластиночку. Раз. И у нас начинается играть музыка. Тут у нас есть паблик, то есть, true и false. То есть, паблик, это, грубо говоря, вы ее слушаете без наушников. False, это значит, вы ее слушаете типа в наушниках и слышите только вы. Так, давайте включим какой-нибудь звук. А как мне, мне теперь выключить музыку-то можно? Офигенно. А как мне музыку-то теперь выключить? Да. Короче, ребята, у меня теперь музыка зависла. Это не прикольно. С ума сойти. Все еще играет, что ли? Господи. Ладно, мы с вами, короче, если что, просто музыку вырубим. Почему я не могу ее вырубить? Ох, господи, как это сложно. Ну и айфон. Ладно, мы его с вами уберем и попробуем активировать второй айфон. Так, он у нас снова не активирован. Мы его сейчас с вами активируем. Подключим к серверу, у нас появляется связь. И теперь нам нужно положить баланс. На этом балансе у нас тоже нет нифига денег. Эта музыка меня уже поднадоела. Так, давайте мы сделаем, короче, музыку. Вот это вот, вот это вот. Все. Все, исчезла. О, исчезла музыка. Отлично. Теперь мы снова положим на баланс нам побольше валют. И сейчас мы рассмотрим приложения, которые доступны на этом телефоне. Их здесь больше, поэтому мы их сразу все рассмотрим. Так, теперь мы зайдем в магазин и будем все покупать. Мессенджер, ТНЦ, Телепорт, Мэджик, Лайв, Везер, Инвентарь, Гиф, Спаун. Короче, очень много приложений. Гораздо больше, чем на дешевой версии. Ну что ж, давайте его откроем. Посмотрим, что у нас есть, значит, за приложения. Эти мы рассмотрели. E-mail. Здесь вы можете, короче, отправлять сообщения между игроками. Так, это у нас, короче, список друзей. Это у нас список подключений к серверам. Так, это у нас сообщения. Также можете игрокам отправлять, например. А, кстати, можно самому себе отправить? Интересно. Hello. О, у меня от меня пришло сообщение. Я могу сам себе отвечать. Прикольно. Так, далее у нас есть заметочки. Но тут, в принципе, я не думаю, что это, короче, как обычная книга, наверное. Так, давайте попробуем заметочку. Новую создадим. Напишем кек там, например. Сюда что-нибудь. Сейв. И у нас получается такая вот заметочка. Вот, у нас есть заметки в Майнкрафте. Я не знаю, зачем это надо. Теперь далее начинаются у нас самые интересные функции, которые добавляют различные возможности в игре. Например, первая функция это взрыв. То есть вы можете создавать взрыв где угодно. Например, давайте мы вот так вот по иксу поставим 15 блоков от нас. И радиус взрыва поставим 20. Damage true. Fire true поставим. Coud down. 3. А, я могу 5 поставить. Видите, я тут осла убил. Прикольно. Так, давайте еще раз попробуем. О, это я уже под себя взрываю. Короче, таким образом вы можете создавать взрыв. Вы можете даже еще больше создать. Например, explode side можете 100 поставить. И, как видите, у нас сдох осел. Мы убили осла. Вон там вот очень много животных. Давайте попробуем их всех истребить при помощи нашего взрыва. Так, мы снова ставим. Здесь мы ставим с вами 150. Коу-даун. Я не знаю, что это значит кау-даун. Так, explode. Все, огромный взрыв. Просто уничтожил здесь все. То есть при помощи этого телефона вы можете вызвать ядерный взрыв. Это какой-то северокорейский телефон на самом деле. Судя по тому, что сейчас произошло. То, что я смог такой вызвать взрыв. Давайте попробуем еще больше. Не знаю, можно? Нет? А ну-ка, 210. Сейчас игра вылетит, наверное. Нет, смотрите-ка, не вылетело. Ну, как видите, тоже взрыв такой у нас не хилый вышел. Так, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Дальше это у нас есть телепорт. Тут мы можем телепортироваться куда угодно. Например, сохранять локации и на них телепортироваться. Давайте попробуем по иксу, короче, телепортнуться на 20 блоков отсюда. То есть я таким образом могу очень быстро передвигаться по пространству. Например, давайте откроем. Так, и поставим по Z. Давайте просто 10 поставим. Я могу очень быстро по Z передвигаться. Так, и теперь, знаете, что я, наверное, по Y на 10. О, все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Сейчас вернусь в зону своих обитаний, скажем так. И здесь продолжим наш обзорчик. Так, далее у нас идет, короче, зачарование. Здесь мы можем добавлять себе эффекты различные на себя. Так, можем убирать частицы, можем добавлять частицы, удалять все эффекты. Например, вот эффект скорости. Да, скорости на сколько? На 5 секунд он был. Так, давайте попробуем добавить время на, допустим, 30 секунд. Левел 10. Так, все. У меня теперь бешеная скорость. И так, а еще могу быстрее поставить себе левел 100. Поставим 5 секунд. О, да, я себе могу добавить супер скорость. И таким образом я начинаю очень быстро бегать в течение 5 секунд. Ну, здесь я выбираю. Так, давайте попробуем 2 поставить эффект. Что, 2 у нас? Это я наоборот медленный. Так, потом, 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 потом. Что еще там, например? По-моему, 8 тоже что-то прикольное было. Да, это я прыгать могу. Так, давайте попробуем поставить, знаете, что? Поставим эффект 8. Левел 100. Тайм. Давайте 20 секунд. Я думаю, мне этого хватит. О, господи, я в облака улетел. Ой, все. Я чувствую, это я зря сделал. Да, таким образом можно просто улететь с мира. Да, у меня еще есть 8 секунд. Давайте попробуем поставить 8, короче, и взлететь на 300. Интересно. О, все, я улетел, ребят. Я улетел, я по иксу до сих пор лечу вверх. И теперь лечу вниз. То есть я, примерно, поставил 300. И примерно на 300 блоков я улетел вверх. Таким образом, можно даже, я не знаю, может даже в космос реально. Давайте на 1000 поставим. Так, 8. И добавим этот эффект. А, нельзя, да? 1008. Нет, нельзя, нельзя. Все-таки нельзя. Есть ограничение какое-никакое. Я думал, при помощи этого телефона его можно убрать. Так, ну что ж, далее у нас есть способы восстанавливать здоровье, добавлять уровни. То есть при помощи этого телефона можно добавлять себе уровни, здоровье и так далее. Также можно умереть. Можно передвигаться очень быстро. Подниматься вверх. Как видите, просто прыжками вверх подниматься. И перемещаться в пространстве при помощи этого джойстика. Так, тут у нас, кстати, на обоих, если вы заметили, стоит лава. Далее, это погода. Тут мы можем, короче, ударять молнии. Допустим, давайте мы ударим в 10 по иксу от нас молний. Так. Вы видите, 10 блоков от нас ударяет молния по иксу. То есть таким образом вы можете управлять погодой, управлять временем. Допустим, поставим, давайте, 10 утра. Сет. И, как видите, или, допустим, 22. Вот, я поставил ночь. Давайте поставим снова 10. И у нас будет утро. Так мы можем включать дождь, выключать дождь, включать грозу, выключать грозу. Бить молнии. Короче, приложение, на самом деле, тоже очень прикольное и удобное. Далее у нас идет, короче, такая ерунда, которая позволяет нам управлять нашим инвентарем. Мы здесь можем, короче, дюпать, восстанавливать предметы. Так, это дропать, дюпать, восстанавливать предметы. Это, короче, добавлять энчанты, например. Давайте каблестон зачаруем. Один. Это фаер протекшн. Давайте, вот, блэст протекшн. Аква. Давайте фростволкер, например. Не знаю, давайте попробуем зачаровать какую-либо броню на фростволкер. Так, где это была? Вот это ерунда была. Так, и мы пишем 9 фростволкер 1. И добавляем это зачарование. Отлично, как видите, они у нас зачаровались. Тут мы можем изменять имя. И теперь, когда я их одену, допустим, я могу уходить по воде. То есть, при помощи этого телефона... Нет, не могу, что ли? Или я их не одел, а вроде одел. А, все, вот, нормально, пошел. Все нормально, работает. Отлично. Ну, то есть, таким вот образом вы можете управлять предметами в вашем инвентаре при помощи этого телефона. Так, далее, ребят, у нас идет, короче, другая ерунда, которая позволяет нам выдавать предметы себе. И абсолютно любые, вы можете даже команд блок выдать себе, наверное, да? Команд блок. Да, я могу даже себе при помощи этого телефона выдать командный блок. Так, ребят, у нас телефон садится, давайте его зарядим. Ну, вообще, не совсем сел, конечно, но уже все-таки батарейки у нас не так много, как хотелось бы. Давайте возьмем и попробуем его зарядить. Так, возьмем наш телефончик, ложим его сюда, это сюда, это сюда. И сколько мне ждать? Это сколько мне надо было сюда положить, чтобы оно у меня зарядилось? Неужели телефон еще так дорого заряжается? Ну, да, в принципе, судя по тому количеству функций, которые он дает, достаточно оправданно. Все, пошла зарядочка, он у нас заряжается. А у меня что-то глаза заболели из-за того, что я за компьютером сижу. Ну, вот я думаю, в принципе, достаточно быстро заряжается, не то, что настоящий айфон, который заряжается полдня. Так, и пойдет, все, пойдет, пойдет, пойдет. Давайте мы далее посмотрим. Далее это у нас координаты, мы также можем создавать животных. Например, заспаунить кого угодно, даже, например, полярбир, допустим, гравити. И, как видите, вот таким вот образом я смог заспаунить медвежа от полярных. Давайте посмотрим, может, тут есть зомби-гигант. О, да, есть он. Мы можем спаунить гиганта, прикольно. Да, при помощи этого телефона вы можете до сих пор призвать гиганта. Кстати, мод работает на версии 1.12, это на самом деле даже прикольно. Так, давайте посмотрим, что у нас есть далее. Далее у нас есть дистанция, точнее, мобы, которые у нас есть рядом. Он у нас их показывает, телефон, то есть. И таким образом мы можем их телепортировать к себе, точнее, их, точнее, их телепортироваться к ним. Также мы можем, допустим, нет, я хочу выйти отсюда, я хочу выйти отсюда. Так, например, вот, 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 так вот. Вот, лошадь, которая рядом, мы ее можем поджечь, сделать невидимой, подкинуть. Короче, присоединить. Ну, короче, очень много функций, на самом деле, я думаю, вы это, в принципе, помнили. То есть, можем даже с ней телепортироваться. Это, на самом деле, прикольно. Так, а, кстати, что там еще было? All Friendly Evil. То есть, о, они еще тут делятся. Они еще тут делятся на виды животных. Кстати, вы можете не только животных, но и предметы. Так, это у нас, это у нас, значит, картины. Здесь мы можем рисовать с вами картины. И, таким образом, их даже, наверное, сохранить. Например, мы называем Ег из Гег. Сохраняем ее. Сохраняем. Я сохранил ее, да? Да, я сохранил. Так, теперь я могу... А ну, где мы? Кек. Я могу ее загрузить, да? О, я могу загрузить свою картину. Это рисовалки. Также у нас есть радар, который показывает ближайших мобов. То есть, вот здесь вот мы можем включить-выключить предметы, которые лежат на полу. Существа, игроков и прочие, короче, ерунду. То есть, эта фигня, на самом деле, очень даже полезная и рабочая в мультиплеере. Также у нас есть куки-кликер. То есть, мы можем просто играть. Вот это вот куки-кликер. Короче, это самая тупая игра, ребят, которая только есть в жизни. Не знаю, я в нее не особо люблю играть. Но, таким образом, вы можете набивать себе на предметы, точнее... Ну, короче, все знают, что такое куки-кликер. Я думаю, объяснять нет смысла. Ну, что ж, ребят, вот такой вот прикольный телефончик. Что у нас еще тут, я вам не показал. Вроде, я, в принципе, все показал, что необходимо было. Так, это интернет-связь. Давайте попробуем поставить пароль. В прошлый раз я поставил пароль. Давайте поставим, допустим, 1, 2, 3, 4. И включим пароль. Все, отлично. Теперь мне надо ввести пароль. И я, видите, зашел в телефон. То есть, обычный игрок больше не зайдет. То есть, вы можете заблокировать его, и обычный игрок не зайдет другой. Ну, что ж, ребят, на этом все. Кому понравился этот телефон, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok